В гостях Елена, которая приехала совсем недавно к нам из Австралии в Россию и она посетила нашу семинарию. Елена, расскажите нам, как прошел перелет и как у нас в России? Перелет был очень хороший и в России мне очень понравилось. Мне понравилось встретить вас очень и я очень получила большое вдохновение общаться с вами. Я просто встретила большую семью и я этому очень рада. Сейчас, наверное, у многих будет такой вопрос. Елена из Австралии знает русский язык. Откуда вы знаете русский язык? Потому что я выросла в России. 26 лет я прожила в России. Потом я встретила мужчину, который стал моим мужем. Он был миссионером. Ник. И сейчас он благословил меня тем, что дал приехать сюда в Россию, увидеть всех своих друзей и родителей моих, которые здесь также в России. Это здорово, да? Побывать на родной земле. Очень хороший подарок. Как и от мужа, так и от Бога, да? Слава Иисусу! И я как бы не собиралась в Россию. Но в апреле это оказалось... Есть... У вас есть одноклассники сайт. То есть я увидела... Я часто видела, что Володя Зверянов заходит на мой сайт. Кто такой? И я зашла на него. Я зашла в него, и я увидела фотографию, где он сидит с моим отцом. Я позвонила отцу. Пап, я хотела бы взять эту фотографию. Как вы? Могу я попросить Володю об этом? Конечно, наверное. А кто он такой? Он, наверное, пастырь? О! Отец сказал, нет. Он просто служитель Божий. И я вот так вот попросила Вову о фотографии. И вот так мы оказались с друзьями. То есть мы стали общаться часто, довольны. И что меня привлекло? Он стал спрашивать, как ты пришла к Богу? Как ты... Как... То есть я увидела, что его интересует мне что-то... Ну, как страна, как... То есть его интересует меня, как мой рост в Господе происходит. И мы стали делиться с ними очень об этом. И вот так вот я скажу, где-то в июне у меня в сердце впала молитва. Я стала молиться о том, что, Господи, я хочу посетить Россию. Я поговорила с Сашей. Саша немножко. Мы поговорили с Сашей немножко. Денис. Денис поговорили немножко. То есть я увидела как-то, что люди желают увидеть меня. И... То есть и пошла молитва за это. Я стала молиться. И финансовое положение у нас было очень трудное. Но подошло время. Господь дал всё, за что молилась. И благословил мой приезд. И у меня пришло на сердце, что я хочу зимой. Хотя я думала, что зимой мне не стоит ехать, потому что я давно не испытывала таких морозов. Но я как-то, знаете, с большой радостью. Особенно когда в Москве вчера я приземлилась. Я просто смотрела и думала, как я рада видеть это, Господи. Это как-то меня... Меня это... Что меня ожидает, Господи? Что... То есть я очень рада встретить вас, семью. Семью, Господи. И... Как бы очень благодарна Господу об этом. Поэтому слава Богу. Слава Богу. Спасибо. И что вам понравилось, где вы отдыхали всё это время? Какие места посещали? Ну, первый мой прилёт был в Новосибирск. Я посетила вас. Я справилась хорошо с вами Новый год. И мне очень понравилось общение. Общение то, что мы являемся братьями и сёстрами во Христе. И что даже разные страны не отделяют нас. Я очень этим вдохновлена. Также посетила я своих родителей, друзей в Абакане, в Абазе была. Потом я ездила в Красноярск своим родственникам. И также в Иркутск, где были мои братья, с кем я не виделась очень много лет. И мы смогли вместе встретиться с ними. И вот я прилетела сейчас в Иркутск. И скоро мой самолёт будет обратно в Австралию. Мне очень нравится здесь. Мне очень нравится тем, что люди следуют за Богом, за Иисусом Христом. И общение. Общение очень важно, что мы вместе молимся, что мы вместе поклоняемся Господу. Мне очень нравится. У меня есть русские друзья в нашем городе. Но они, к сожалению, не ведущие. Австралийцы, они, к сожалению, не знают русский язык. И там у нас в Австралии есть библейские колледжи также. Единственное, что я могу ещё раз приехать к вам. Мы будем вас ждать. Вы к нам только пишите, звоните. Обязательно. Когда приедете, мы вас встретим. Обязательно. Всё. До встречи, Елена. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok